спасибо так так инстаграм сообщил нашим подписчикам о том что мы вышли в прямой эфир здравствуйте надеюсь всем хорошо видно слышно давайте проверим обратную связь и приступим с вами к прямому эфиру о жестких материалов и вообще гель лаковой системе так что поговорим всем хорошо слышно видно скажите пожалуйста я на всякий случай взяла еще второй телефон чтобы видеть ваши комментарии ваши вопросы эфир у нас с вами будет так вижу все хорошо видно слышно отлично замечательно но все я не люблю тратить время зря кто был на моих курсах либо на мой прямых эфира придумать его знакомы с моей системой подхода курсом к поведению на курсах и программе обучающий программе меня зовут анна романова я основатель и руководитель академии здоровых танкетей город москва у меня своя школа маникюр и педикюра у меня инструкторы у меня магазин собственно марка гель лаков косметики салды люкс также у меня онлайн курсы и онлайн курсы я автор собственных методик плюс я бьюти наставник мастеров инструкторов и руководителей салона о чем я хочу поговорить с вами сегодня мы уже проводили очень много эфиров и не было ни одного теоретического эфира то есть мы показывали практику практику дамы рассказывать очень много полезной информации сегодня я решила провести для вас полезный теоретический эфир но обязательно в конце я делаю приз все вы знаете что у нас вышел онлайн курс новый о все о покрытии там где я рассказываю показываю вам в течение 15 уроков отработку покрытия выравнивание ремонт ногтей покрытия сложными цветами и жесткими материалами разными базами каучуковыми и хард и белл гелями и так далее мы все используем то есть там по покрытии все поэтому я решила сделать для вас хороший подарок курс этот стоит насколько я знаю сейчас помню 12 рублей и я решила провести для вас теоретический эфир а в конце эфира разыграть три места целых три подарка три онлайн курса о покрытии и я вам расскажу что нужно будет для этого сделать чтобы выиграть этот приз и мы с организаторами выберем победителя обязательно подарим три онлайн курса натанны романовой все покрытие так вот давайте мы поговорим с вами с чего мы с начнем давайте еще раз говорю тему эфира это жесткие материалы и вообще гейлаковая система никто я думаю никто из нас с вами не будет отрицательно станет это делать что покрытие гейлаком это величайшее достижение в нейл индустрии но как это часто бывает наряду с достоинствами проявили себя и недостатки какие же это недостатки допустим снятие гейлакового покрытия призой конечно же очень ускоряет процедуру маникюра и педикюра но в руках неопытного мастера приза может сыграть очень плохую шутку с вашими ногтями ну а точнее с ногтями ваши клиенты если же изначально ногти клиента тонкие и слабые гейлак будет держаться недолго образуются от слойки от слойка всегда забирает собой часть ногтевой пластины то есть верхний дорсальный слой 30 слоев практически от слойки могут забрать может быть из одного раза но будет продолжаться дальше держаться гейлак будет плохо снятие гейлака призой быстро усугубит эту ситуацию то есть если вот образовались от слойки дальше только усугубление мастеру придется выпиливать эти пустоты и он неизбежно будет задевать ногтевые пластины снятие покрытия размягчающими средствами ремоверами также неблаготворно влияет на ногти это ошибка очень многие до сих пор спорят и говорят о том что вот фрезы плохо надо жидкостью размачивать ремоверами кто-то говорит нет жидкость это плохо надо прежде делать снятие и то и то в неумелых руках приведет к небу который вообще не благотворно повлияет и неблагоприятным последствиям но снятие ремоверами это химический ожог может привести хотя если вы плохо снимаете призой а вся моя практика показывает на то я первое что обращаю внимание это на снятие 80 процентов мастеров снимать не умеют то что вы это делаете не означает что вы делаете это правильно грамотно профессионально просто создать покрытие вместе с ногтями это неправильно оставить базу на ногтях это тоже неправильно так вот вернусь к тому что рассказывала снятие покрытия размягчающими средствами также неблаготворно влияет на ногти и современные материалы которые сейчас которые мы с вами работаем они очень устойчивы к растворителям тем более жесткие материалы жесткие материалы никогда не снимаются размачивание размачивание предназначено только для мягких баз каучуковых баз и нанесенных тонким слоем вообще гейлак нельзя наносить толще одного миллиметра все что наносите толще 1 миллиметра должно быть относиться в жесткий материал так вот современные материалы очень устойчивы к растворителям и порой для снятия мастер вынужден замачивать ногти в ацетона содержащую жидкость несколько раз подряд ацетона содержащая жидкость это очень мощный жирорастворитель жира в ногтях находится 15 процентов скажите мне пожалуйста здравствуйте вот видите благодаря вашим курсам и работа улучшилась спасибо большое мне очень приятно скажите мне пожалуйста кто сейчас в эфире девочки кто знает химический состав ногтевой пластины напишите мне пожалуйста прям в процентах такое ацетона содержащую жидкость надо замачивать несколько раз подряд бывает приходится а остатки агрессивно сдирают инструментом и что же происходит так пластины становятся тонкими неравномерными и уязвимыми это называется предрасполагающий фактор а теперь следует поговорить о провоцирующих факторах и первый провоцирующий фактор это так популярное сегодня выравнивание при котором базовое покрытие наносится толстым слоем чем толще слой тем сильнее и интенсивнее экзотермическая реакция экзотермическая реакция это выделение тепла при полимеризации геля в лампе ногти в лампе начинает припекать и чем больше слой базы тем больше припекает теперь добавьте сюда 2 провоцирующий фактор мощную лампу мощную лампу нацеленную на ускорение процесса и вот он термический ожог как выглядит термический ожог выглядит он как желтоватые или белесые мутные пятна на ногтевой пластине сам ноготь может отделиться от воспаленного ложа образуя нехолизис внешне это очень напоминает микозную то есть грибковую до простом языке инфекцию и вот буквально рука о боку вот этим термическим ожогом описание которого только что дала идет и химический ожог и в этом случае внутри ногтевой пластины еще имеется вот такие знаете темные вкрапления такие как занозы виде вот этих продольных штрихов то сталкивался таким вот как заноза под ногтем это лопнувшие капилляры на геморрагии это химический ожог химический ожог происходит из-за воздействия теперь услышьте меня пожалуйста вот эту фразу вы должны знать просто как очень аж потому что каждый день директ и на курсах ученицы задают вопросы вот а это ожог а из-за чего это происходит да али еще что-то одно и то же это базовые знания за помните химический ожог происходит из-за воздействия на истонченный ноготь любым химическим составом ключевое слово в этой формулировке и истонченный ноготь то есть в нашем случае наша это будет база но я вам сразу скажу не всегда виновата база у меня было несколько клиентов которые никогда не делали гей-лак и у них был химический ожог это люди которые работают лаборатории которые дома убираются что-то делать да то есть травма происходит любая жидкость произошла это работники клининговых компаний также может у них тоже происходит такое это может быть при травме когда еще раз говорю ноготь и истонченный ключевое слово из-за этого но в нашем случае мы сразу менять у базы естественно а состава у вас отличаются производителей сейчас множество и они не всегда добросовестны то есть получается какой вы мой вывод с вами можем сделать пока наши ногти ногти наших клиентов находятся в хорошем состоянии все более или менее нормально но стоит мастер и повредить или клиенту переносить покрытие провоцируя мастера но это фигурное выпиливание вероятность химического и термического ожога ногтевого ложа повышается в несколько раз услышали меня если много вместо чего почему на ногах практически исключен вновь химический термический ожог практически исключено потому что там актива гостина толще покрытие мы делаем реже и снимаем соответственно мы его также реже а на руках последнее время ожоги происходят каждую десятку обратите внимание почему это происходит снятие самый важный этап пластину истончить нельзя и раз в месяц раз два месяца обязательно делайте клиенту систему укрепления ногтей и викс эта система как раз за один раз восстанавливает практически весь дорсальный слой то есть 30 слоев ногтевой пластины кто делает и викс девчонки дайте мне обратную связь кто из вас это делает потому что у нас есть на страничке эфир по x как делаю это я по своей схеме не нужно никаких танцев с бухтами не нужно никаких 20-40 минут никаких ламм дополнительных прогревов пенок и так далее если вы этого не делаете мы постараемся в ближайшее время провести дополнительные еще прямой эфир на нашей страничке манго нилс вообще мы каждый курс показываем и рассказываем об этом и в онлайнах и на живых курсах потому что это важно мы с вами забываем о том что волосы растут изнутри ногти растут изнутри но почему-то на волоса мы уделяем внимание маски мы делаем после окрашивания обязательно витаминчики какие-то понимают а потому что он забывает сухие тусклые ломаются кончики подстричь надо вот какой-нибудь там кондиционер опять же что-то еще то есть какой-то уход волосы все равно идут изнутри это то что мы едим с вами ногти также растут изнутри химический состав ногтевой пластины я сейчас посмотрю девчонки кто-то мне там писал нет не ответили до конца и так смотрите химический состав ногтевой пластины кератин это белок 60 процентов в ногтях находится дальше идет сера а точнее цистерин 5 процентов потом жир 15 процентов вода 15 процентов а также кальций хром фосфор селен и цинк все вместе 5 процентов как вы думаете что из этих компонентов какой именно химический компонент элемент делает наши ногти волосы крепкие вот что делает ногти крепкие давайте мне пока ответите я перейду дальше к следующей нашей теме о базах и отопах давайте мне обратную связь потому что мне нужно знать слышите ли вы меня интересно ли вам это может вам интересно послушай как я отпуск провела или стихи или еще что-нибудь давайте девчонки у нас же тема интересная важно кератин нет у меня диана что моя хорошая не кератин нет марбошка нет кератин смотрите я вам дам сейчас подсказку кератин белок это основа основа наших волос ногтей и кожи вот допустим не просто нету стаканчиком вот если съемка сдай мне есть кератин белок но есть какой-то компонент который если добавить сюда его кератин и чем больше его будет тем белок станет тверже он станет крепким твердым вот этот один компонент сера кто-то написал ты жма умничка кристиночка умничка конечно же сера а точнее не серый даже но ацистеин это аминокислота который входит в сера но этот компонент передается по наследству не кальций нет мой хороший нет 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 ни вода нет не кальций ни в коем случае девчонки сера а точнее цистии аминокислота который входит сера и этот компонент не придется по наследству но опять же давайте вдумаемся мы можем все равно себе так-то помочь еще раз говорю то что мы принимаем пьем едим все это образует наш организм вот все что это наши ногти и волосы последствия кожи это тоже последствия то есть либо у нас все в порядке все хорошо либо не очень когда-то прод медикаменты которые мы принимаем дату с нехватка витаминов опять же стресс это все игра причины тоже бывают разные есть причины эндогенные есть причины экзогенные то есть есть внутренние есть внешне и бывает такое что масло вообще ни при чем что у клиента покрытие не держится отваливает просто полосами так раз 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 подходила прием антибиотика перенесенные заболевания последние три года у нас до коронавирус какой сильно какая мутация происходит бывает у людей волосы здесь синим цветом светятся который это ставит почему потому что после приема одного медикамента который назначают при заболевании коронавирусом и ногти также голубым светятся до ультрафиолетовых лампах тоже после приема этого медикамента этого препарата поэтому все что идет изнутри естественно идет откуда вот он отрастает уходит нас вам нужно домашнее задание маргошечка если хотите я вам дам домашнее задание будет отметить в торе с меня и организаторов марафона я выберу трех победителей написать впечатление о эфире написать чем он был полезен этот прямой эфир вот прям четко не просто да класс мне понравилось там альермана молодец а что полезного вы узнали этого прямого эфира отметить меня организатор марафона я выберу трех победителей с организаторами и мы когда ему новым онлайн курс все покрытие аду я от меня и там бонусом еще есть уроки от моих инструкторов я думаю это достаточное домашнее задание чтобы выполнить его может каждый и так хочу мы с вами разговаривали я вам рассказала про состав химический ногтевой пластины про химические термические ожоги что нужно делать чтобы их не было нужно работать грамм нужно уметь работать правильными материалами дальше пожалуйста брошь давайте идем дальше базы и толпы какие не бывают все базы и толпы делятся на виды вообще по консистенции текстуре и жесткости материала то есть химические и физические свойства допустим давайте я вам приведу пример скрин и фирма stories до только не просто скрин и стоит нужно написать чем он будет полезен этот эфир я вам еще дам вам очень много информации полезны можете вопросы задавать потому что я вам там сейчас то что на курсах вообще никогда не рассказывают мастерам и поэтому вы даже не знаете вот что делает ногти крепкими вот мастера начали писать кальций вы работаете с людьми это базовые знания вы должны это знать кальций вообще не делает ногти крепкими это раз а во вторых очень многие рекомендуют и детям своим дают и клиентам рекомендуют кальций пробивайте кальций он делает но не правда это лучшем случае будет ноль худшим почечная недостаточность из-за вот такого незнания и рекомендации клиента принимать кальций организм кальций еще не усваивает таким путем вот и в этом конечно же мастера должны знать первую очередь вы берете с людей деньги вы называйте себя мастером прочитайте когда-нибудь что означает слово мастер а в наше время вообще никто не понимает что это значит поэтому вы должны знать вас должна быть теория на 5 плюсом нужно понимать что такое кожа в что такое ногти вы должны понимать что такое геалотовая система что такое жесткая гелевая система должен понимать что такое ожоги как можно помочь наpton клиентов быстро револютировать. Вот, допустим, система IBX одного раза. Вы должны понимать, что есть причины, опять же, внутренние, причины внешние. И как мы можем помочь либо не навредить нашему мастеру, то есть клиенту не усугубить мастер, ни в коем случае должен. Мы помогаем людям. Что такое вообще маникюр? Это гигиеническая процедура обработки рук и ногтей с целью предупреждения и профилактики заболеваний, а также придания им красивого и ухоженного вида. Где здесь в этой фразе кроме гигиенической процедуры, с сохранностью здоровья, профилактики заболеваний? Где в этой фразе бабки, деньги, покрытие второй слоя толщиной, выравнивание к лучу колоннебазами и месяц сноски? Нигде вообще. Блики идеальны. В этой фразе нет. Потому что это уже не маникюр. Маникюр еще раз говорю. Это гигиеническая процедура. Так, девчонки, вы мне пишите вопросы, пишите, пишите. Я постараюсь сохранить эфир, если меня не выкинет. Время у нас, в принципе, скрещились. Итак, давайте я вам расскажу о наших материалах, на которых я работаю, почему я ими работаю. А вы, естественно, можете это все потом применить эти знания на свои материалы. Допустим, Базголт. Базголт Солдилюкс. Наша первая, наша ступенька. Это то, с чего начинается любое покрытие. Базголт Солдилюкс. Она разработана специально для аллергиков. Она разработана для тех, у кого ничего не держится. В качестве подложки под основное укрепление и выравнивание ногтевой пластины, защищая ее от химического и термического ожога. Базголт имеет высокую степень аргезии. Она густая, и мы наносим ее только в качестве подложки. Наносим мы ее широкой кистью овала от Романова Нейлс. Можно наносить ее, если ногти в мясо. Вот мы сейчас дальше на бодоке и создавать какая-то база для таких ногтей. Вот если вообще в мясо ничего не держится, то лучше можете нанести эту базу в первый слой просто тереть под ложечку, а второй чуть-чуть подровнять. Но вам будет тяжело ее снимать, если вы будете носить толстым слоем, потому что она прям в трубочку сворачивается. Она просто, она мягкая, эластичная, она намерко держит. Вот я клиент, у которой вообще ничего не держится. И вот у меня на ногтях сейчас база Болт, по-моему, 9 января, по декабря мы выходили в эфир, мы показывали как раз на мне ногти у меня, которые тонкие, перепиленные именно в очень ничего не держится. Вот на мне база Болт и сверху наши жесткие материалы. Акригели мы достраивали в верхней форме, потом биогелем делали мы выравнивание, мы выходили в несколько эфиров. Эти ногти мы делали стемпинг и слайдеры, и топ, мы что только не делали. То есть эти ногти пережили все. Я не принцесса, не белоручка, я выполняю домашнюю работу различную, на работе я постоянно, то есть это что-то либо пищатая, либо жидкостью там работаю какой-то постоянно, курсы у нас. Мы пережили отпуск, два перелета, чемоданы, они пережили килограмм, наверное, 20-30 креветок, что они только не пережили, эти ногти все на месте. С 9 декабря сегодня у нас 17 января, то есть уже практически полтора месяца скоро будет ни единой отслоечки, база Болт, база Болт у меня, ни единого пропила, никакого намека на ожог. Монитюр сделан идеально, то есть здесь нигде даже не наросло ничего, хотя я сложный клиент, и я постоянно мои руки в доступе с различными химическими жидкостями и так далее, плюс песок и жаре отпуск еще было, из чего только не было. Клиенты считают, что выравнили иногда там ожоги, так много материала. Если вы используете кислотные базы, да, но опять же говорю, пластина, если истонченная, то ожог будет, если пластина в порядке, ожог исключен. Почему же на ногах его не бывает практически? Итак, давайте мы с вами дальше продолжим. Я рассказала вам про базу Голд. Базу Голд, лучше всего использовать еще раз говорю, для влажных, тонких, перепиленных ногтей. Прекрасно, для педитюра я использую, подложку под любые материалы, жесткие, не жесткие, абсолютно. Где нанесена база Голд, там будет держаться все на меру. Дальше, база Рабер. База Рабер Сол Делюкс. Эта база также имеет густую, средне-густую текстуру, она самовыравнивается. Эта база два в одном, она стойкая и эластичная за счет наличия составиков и чуковых волокон. Она позволяет также сохранить маникюр без сколов и трещин в течение четырех недель. Высокие адгезивные свойства материала помогают избежать от слоек, хорошо держится на проблемных ногтях, тонких, ослабленных, тонких. Если вы не будете выкладывать огромный слой, не создаст никакой излишней толщины, защищает много тесна пигментов, после снятия оставляет ногтевую пластину чистой, здоровой, после сушки не обязательно снимать дисперсию или в кислой, полимеризуется материал в лампе, помните, что эта база мягкая, значит, сушить нужно дольше, поэтому две минуты минимум, а лучше три. Обязательно, не забывайте еще, что есть базы быстрой полимеризации, а есть базы медленной полимеризации. Где купить базы? И поисимонян, да, это наши представители на озоне можете приобрести, скоро мы тоже будем на озоне. Дальше, так, где купить базы в оригинале, много подделок? Нет, у нашей базы нет подделок, потому что наш продукт, он продается только либо у нас, либо у наших представителей. Мы есть на вал. Вон. Вот, поэтому на валберес я вам сейчас покажу, постараюсь попозже. Там вбейте в поисковик Сова Делюкс, просто Сова Делюкс вбивайте и выйти на нашу продукцию. И все. Дальше идем. База Харк Сова Делюкс. Средне-густая это жесткая база с улучшенной адгезией. Средне-густая текстура в несколько легких движений скрывает дефекты ногтевой пластины, совершенствует естественную форму ногтей. крепко-жесткая база. Разработана для поддержания длины тонких, влажных, ломких и травмированных перепиленных ногтей. Не затекает, не дает усадку на свободном крае на протяжении всей носки. Есть у нас еще Билд Гель. Это просто новинка. Кыргызстан мы можем отправить вам из нашего магазина Романова на Элшоп. База Голд сушен 30-60 секунд в качестве подложки. Не забывайте это. Так, что хотела сказать по поводу Билд Геля. Это просто крутень. Где-то у меня тоже на каких-то пальцах он здесь нанесен. Он есть у нас трехфазный, есть двухфазная система. Вот новый Билд Гель вышли. Их можно вообще не покрывать топом. Уточняйте обязательно, когда будете приобретать. То есть есть такие, которые просто посмотрите, насколько ускоряется ваша работа. Подложку Голд сделали, сверху Билд, все, клиент ушел. 40-60 минут маникюр с покрытием с эпилом формы со снятием у вас готов. Поэтому я очень люблю также Билд Гель. Спасибо, девочки. Есть цветные базы этой марки. Вот сейчас я перехожу. Это Билд Гель, это камуфлирующие базы, это есть неоновые базы. У нас их очень много. Это покрытие я разрабатывала специально для себя, потому что я жуткий аллергик. У меня очень сильный дерматит был. И стоял вопрос о том, что мне придется бросать эту работу. Мы все руки были в крови. А сейчас посмотрите, просто все было в трещинах. И мне стыдно было вообще показывать свои руки. И было очень больно. Вы сами понимаете, когда раны и трещины все щипят. Не умыться, ничего не поработать. Перчатки надел, работаешь вроде хорошо, потом снимаешь на 2-3 секунды пересушивания и просто трещины в кровь. Билд Гель есть трехпазные, они есть молочные, есть бежевые, прозрачные, они есть разные. Есть, да, девчонки. Так, можно делать всем клиентам подложку базы пола в равных парк. Да, можно и будет хорошо держаться. Но я рекомендую вам, смотрите, еще раз, база парк это жесткая система. Если у вашего клиента нет длины, не ну, из мяса ногти, вот у меня, допустим, ногти плюющие вниз, мягкие, подвижные, тонкие, если вы будете наносить на нее жесткую систему, на эти ногти, у вас могут быть сколы, отслойки, потому что ноготь будет подвижный, да, будет гнуться, а база останется жесткая. Поэтому можно, в принципе, не давало никогда никаких проблем. Но опять же, смотрите по ногтям, подложка, болт всегда, если ногти в мясо, лучше используйте боль ужасно, да, это очень больно, все трещины на руках, было больно. Поэтому, если ногти в мясо, помните, чем короче ноготь, тем мягче материал, чем длиннее ноготь, тем жестче материал. Дальше, давайте, девчонки, так, билдгель, это вообще моя любовь, это жесткий, это жидкий акригель, текстура разная, консистенция. И с помощью этого билдгеля вы можете укреплять натуральные ногти. Он в лампе, некоторые печет, некоторые нет. Материал очень твердый, не подвергается механическим повреждениям. Благодаря своей консистенции и высокой вязкости не требует постановки форм, там, да, или что-то еще, вот, отлично самовыравнивается, держит форму, не растекается даже в больших объемах, что, в свою очередь, позволяет сократить время работы и экономить материал. Билдгель, это моя любовь. Там стихи уже пишут. Спасибо, девочки. Болдом можно выравнивать, но не нужно. Девочки, не нужно выравнивать болдом. Еще раз повторюсь, база мягкая, резиновая, эластичная. Вы не снимете ее нормально. Вы будете зарываться вашими фрезами. Давайте начнем с того, что вы знаете о снятии. Какими фрезами вы делаете снятие. Я просто не успею вам сегодня рассказать о том, что это в эфире. Каучуковые базы неплохи. Нужно просто знать, как ими работать. Нельзя ими наносить толщину больше 1 мм. Они тоже нужны. Я рассказала об этом только что. Без них держаться ничего не будет. Они мягкие. Они нужны вам, особенно с высокой адгезией в качестве подложки. Либо на ногти без длины, чтобы ногти держались, чтобы не было отслойок. Потому что, если будет отслойка, она опять заберет с собой часть ногтя. Услышьте, пожалуйста, не делайте какие-то выводы неправильные. Я не говорила о том, что каучуковые базы плохие. В плохих руках они приносят вред. В руках, которые не знают, что они делают. Итак, рассказала вам. Подложку всегда делаем базу Голд. Всегда. Что бы вы ни делали, какую бы базу, либо любую систему, которую вы наносили, используйте всегда подложку Голд. А дальше уже выбирайте, чем вы эти выравниваете. Так, по снятию. Твердославные керамические. Твердославные больше нравится. Давайте начнем с того, что крепче. Керамик или твердослав. Давайте. А еще есть насечки. Знаете вы, да? Какие насечки? Вот с чем вы снимаете? Какую базу вы снимаете? Кто-то синим пишет всегда. Хорошо. Синим, что вы снимаете? Вам пришел клиент с каучуковой базы с мягкой. Вам нельзя использовать синюю. Не нужно. Мягкое к мягкому, жесткое к жесткому. Титан-корбитка очень люблю. Как вы знаете, в Турцию через магазин Романова Нейлшоп. Я люблю и керамику, и твердославы, и карбитка. Можно просто знать, что использовать. Есть насечки, а есть нарезки внутренние. И в последнее время мастера у них постоянно происходят проблемы, потому что они снимают жесткий материал красной фрезой. Или мягкую каучуковую базу зеленой фрезой, потому что я вам показали. Это неправильно. А во-вторых, есть еще нарезки. Нарезки бывают у нас прямые, бывают крестообразные, а бывают перекрестные, перекрестно-поперечные. И вот в последнее время мастера говорят, мы купили материал какой-то и снимаем, а он снимается. Клиенту горячо, и он как по стеклу туда-сюда, туда-сюда. Потому что это жесткий материал. А фрезу вы взяли, который они вообще не для жестких материалов. Вот вам нужны фиолетовые фрезы, твердосплав, перекрестно-поперечные. Вот они предназначены изначально для жестких материалов. Не просто фиолетовая, а именно с внутренней перекрестно-поперечной нарезкой. Вот они предназначены для жестких материалов. Но это тоже не означает, что надо каучуковую базу ее снимать, потому что каучуковая это не жесткая. Каждый мастер должен знать. Еще раз говорю, мягкая к мягкому, жесткая к жесткому. Снятие занимает, вот у меня, когда я ученись тоже обучаю, 4 минуты, 4, 10, это сложное снятие. То есть, сколько занимает снятие у вас. Вот базу красную снимать очень хорошо, особенно если это база мягкая, умничка, это база не только одного миллиметра. Прекрасно. Дальше, продолжаем. Давайте про топы. Топсов Делюкс. Я использую без липкого слоя. Это самый лучший топ с идеальным глянцем. Даже настоящему мастеру будет очень удобно и легко работать с этим финишем. Он отлично выравнивает дефекты ногтевой пастиной цветного покрытия, создавая ровные блики и идеально ровное покрытие. Я очень много внимания уделяю топу и рассказала об этом на новом онлайн-курсе. У вас всех есть ошибка, вы все помешались на базе. Вы думаете, что база – это самое важное. Давайте начнем с того, что какой окончательный этап вашего покрытия – база, цвет или топ. То есть, если у вас база чуть-чуть неровная, у вас есть шанс исправить ее цвет и топ. Если с цветом что-то получилось не так, у вас есть шанс выровнять топ. Но если вы накосячили стопом, шанс нет. Не нужно на базу делать акцент вот этот сумасшедший. Базу никто не видит. Вот я всегда привожу пример. Пол. На полу ламинат. Вы видите вообще подложку под этим ламинатом? Нет. А она есть. Вы не видите ни цвета этой подложки, ни толщину 8 на миллиметров, 12-14. Вы не видите? Вы видите, конечно, результат. Когда вы смотрите на ногти клиента, вы видите второй слой цвета и топ. Вот все, что вы видите. Поэтому обратите внимание на топ, полюбите его, найдите свой идеальный топ, научитесь его правильно прослушивать и у вас будет просто счастье. Ваши клиенты будут носить вас на руках. Потому что для клиента самое главное это носка. Вот я вам честно скажу, мне вообще все равно у меня все пальцы раны, но если бы у меня не было носки, я в жизни не сяду больше к этому человеку. Понимаете? Потому что я хочу в отпуске или где-то не сидеть и там без ногтей ходить. Вот это я не буду прятать. Да, отросшая, но я не буду это прятать. А когда отвалился кусок ногтя и покрытия, вот здесь уже выглядит неопрятно, уже выглядит дешево и клиент этот весит, он цепляется, ранит себя там, колготки, царапается и так далее. Поэтому обращайте внимание еще раз на носкость. Для клиента это самое главное. Полюбите топ. Полюбите. Топ защищает от царапин, от сколок. Он предотвращает выгорание цвета. Вот наш вот Сова Делюкс, до липкого слоя. Он идеален для втирки и закрепления стресс. Он самовыравнивается, обеспечивает стойкий блеск до 3-4 недель. Силикон, который входит в основу средств, придает нашему топу особую гибкость. Поэтому топ не дает вам трещин и сколов. Его можно наносить на абсолютно любые ногти и на педикюр. Самое главное, потому что в педикюре вы должны использовать только мягкую систему. Матовый топ Сова Делюкс вообще идеален. Он подходит для сложных дизайнов с большим количеством элементов. Матовый эффект заметен не только визуально, но и ощущается при касании, называя его антистресс. Он такой, как дорогой вельвет. Он без липкого слоя. Он применяется в качестве кинечного покрытия, придает дизайну на такие неповторимые бархатисты до 4-х недель. Подходит для аллергиков, так как он не имеет дисперсии. Консистенция однородной средней густоты не искажает цвета, как некоторые топы, имеющие бархатистность. Особенно актуальна при перекрытии светлых оттенков и белого. Наносится в один слой, позволяет выровнять ногтевую плесть, но сила стены не требует подложки из обычного топора. Ни в коем случае. Ни в коем. База Лара для подружки. Хорошая. Я не знаю, что такое база Лара. Билд гель. Да, подходит на любые ногти, особенно последняя двухпазная система. Но первую систему, которая идет трехпазная, я все-таки рекомендовала вам хотя бы немножко дыны наносить. Хотя, честно скажу, я его испытала вдоль и поперек. На любых ногтях держится. На любых, абсолютно. Вначале подложка гол, сверху билд гель. Так, дальше. О чем мы с вами говорили? Давайте поговорим о причинах от слоя. Из-за чего происходит? Потому что, как я вам сказала, для клиента это самое главное. Потому что красота у каждого своя. Кто-то любит красный, кто-то зеленый, кто-то желтый. Кто-то вообще френч делает, кто-то каждый раз красный цвета делает, кто-то черный любит. Это неважно. У каждого своя жизнь, свои приоритеты, свои симпатии. Это лично дело. Наша задача делать то, что нужно клиенту. Самая продаваемая услуга, на которой вы можете заработать и стать супер успешным и дорогим мастером, это давать клиенту то, что он хочет. Так вот, есть ряд причин отслойок по центру ногтевой пластины. Часто спрашивают, а есть ли отслойка в центре, а есть ли с дистального края, а есть ли у кутикулы, а боковые. Так вот, есть целый ряд причин отслойок по центру ногтевой пластины, с дистального края, а также у кутикулы боковых пазов. Давайте с вами разберем сначала причины отслойок по центру ногтевой пластины. Первое. Неправильное снятие спилиндерсальный слой. Второе. Гипергидроз, повышенная потливость. Третье. это переношенное покрытие, смещение и нарушение архитектуры. Четвертое это удар травма. Пятое не укреплена стрессовая зона. Шестое это использование жестких баз, либо жестких материалов без эластичной подложки. Подложка должна быть всегда. Под жесткие материалы тем более всегда должна быть подложка. Дальше причина от слоев с дистального края. Первое подвижные ногти не сделали укрепление. Второе перепиленная ногтевая пластина. Третье неправильно выбранная форма квадрат. На скрученных ногтях вы не выпилили скрученные углы снизу. Надо работать всегда с квадратом, особенно если он скручивает. Вообще всегда должны быть жесткие материалы. Изнутри вы потом берете фрезу и выпиливаете, обязательно. Потому что ноготь будет скручиваться. Он как скручивался, чем дольше он будет отрастать, тем больше он что будет делать? Вот, допустим, он будет у вас скручиваться, а покрытие, которое было у вас жесткое сверху, оно будет отрастать вот так. Так что у вас покрытие отходит? Покрытие плохое или ноготь отходит от покрытия? Это природа, это природное явление. А это жесткий материал искусственный. И он как отрастал и так, так и будет отрастать ровно. А ноготь начнет скручиваться. Поэтому, если вы делаете жесткие материалы, обязательно нужно выпилить скрученный ноготь. Иначе будет отслойка. Дальше. Анихашизис. Анихашизис это слоящиеся ногти. Также могут быть причин отслой. Отсутствие эластичной базы в качестве подложки. Еще раз напоминаю, подложка всегда эластичная, мягкая база. Особенно под жесткий материал. Следующая причина. Причина отслойка с проксимального края. Проксимальный это наш штутико. Плохо выполнен маникюр. Остался птериги в подкутикульном кармане. Гипергидроз. Плохо обезжиренная ногтевая пластина. Я использую обезжириватель только спирт 95%. Вот. Только ни в коем случае не изопропиловый. Он очень сильный эндерген. Дальше. Использование ремувера и кровоостанавливающих средств. Затеки гель-лака. Пропилы в зоне кутикулы в боковых стенах ногтевой пластины. Старые отслойки. Плохое снятие старого материала. Все мы с вами знаем, что гель-лак имеет химический состав, который я вам сейчас не с точки зрения химии, а вот по-простому. Продукт распада имеет. И при носке более трех недель база начинает распадаться, разрыхляться, тем самым поднимая новый материал. Понимаете? То есть нельзя построить новый дом на старом разрушенном фундаменте. Так для чего же вообще существуют наши жесткие материалы? Давайте мы с вами закрепим. Жесткие материалы предназначены для армирования и укрепления. Мягкие базы каучукова для этого не предназначены. Никогда не дают усадку. У вас было такое, что клиенты приходят, а у них все просело. Дальше давайте дам вам подсказки. Давайте разберем варианты. У нас в принципе еще есть 15 минут. Дам вам в кейсе. Когда какую базу выбрать? Предлагаю вам на конкретных, допустим, примерах разобрать выбор базы материалов. Давайте пример номер один. Ногти мягкие, форма любая. Допустим, как квадрат, так овал, миндаль. Спирт 99%, я не знаю, я использую 95, девчонки, для обезжиривания. Можно 7-95, любой. Главное, чтобы это был не из-за пропилового спирта. Итак, давайте пример. Какой я сказала. Ногти мягкие, форма любая, как квадрат, так овал, миндаль, любой. Требуется укрепление жестким материалом, гелем или акригелем. Так как ногти мягкие и будет использоваться жесткий материал, то нужна амортизирующая подложка, чтобы сгладить разницу между очень жестким гелем и очень мягким ногтем. Поэтому лучшим выбором, опять же, будет база Голд от Сова Делюкс. Если базы Голд нет, вы можете взять базу Рабер, но лучше Голд. Вот это уже Рабер следующая идет. И выравнивание рекомендую сделать. Билд гелем, это жидкий акригель от Сова Делюкс. Идеальная будет носка. Либо гели Сова Делюкс. Пример два. Ногти нормальные, допустим, не экстра длинные. Форма миндаль или овал, но не квадрат. Покрытие гель-лаком будем делать. Клиент выбрал гель-лак. Так как ногти нормальные, а форма не подвержена сколам на углах, то укрепление жестким гелем, опять же, не обязательно. Поэтому какой вариант? Делаем подложку, болт и выравнивание билд гелем средней или высокой вязкости. Его жесткости хватит для укрепления таких ногтей, а время маникюра сократится. Особо чувствительным аллергикам все же рекомендую именно делать укрепление нашими материалами, так как, во-первых, он хорошо носится и с наименьшей долей вероятности может спровоцировать реакцию. Потому что, повторюсь, эти материалы я отрабатываю специально для себя. Следующий пример. Номер три. Допустим, ногти мягкие или нормальные форма квадрат. Покрытие какими-нибудь купляшным тоже гелем, да? Так как форма квадрат, она подвержена высокому риску сколов от слоек, нам нужна с вами хорошая толщина на углах. Обеспечить ее поможет наше кригель. Но наносить его, опять же, нужно на пластичную базу болт лицов делюкс, чтобы создать амортизирующую подложку. После укрепения углов у кригеля, вот здесь смело можете делать выравнивание либо гелем, либо жидким акригелем, билд гель, который я вам сказала. Вообще, моя самая любимая схема – это база голд и билд гель. Это моя самая любимая схема. Знаете, почему? Потому что они камуфлирующие. Это вам тоже лайфхак, подсказка. Они с оттенками. Вам легче выравнивать. Я вообще раньше любила голд и база хард. Это прям вообще моя была самая любовная любовь. Но потом я на курсе поменяла программу. Когда вы выравниваете прозрачкой, вы не видите ничего. У вас в глазах уже все бликует. И вам приходится всматриваться постоянно. Наше зрение бедное и так не восстанавливается. У нас спины и глаза – это наши слабые места самые. А когда я поменяла программу, я стала показывать даже новичкам выравнивание камуфлирующими материалами любыми. Билд гелями, базами, любыми. Они у меня первую же модель делают идеальное выравнивание. Тоненькая, красивая, архитектура соблюдена, блики на месте. Клиенты счастливы, быстро. А новички с первого раза, представьте уже. Девочки, никаких бонда-праймеров я не использую. Под базу болт ни в коем случае использовать не нужно. Вообще прекращайте. Для чего они вам нужны? Базу болт был в прекрасную гейзию. Я обезжирю его просто спиртом. Жду, когда настевая плантливая пластина высохнет. И наношу втирающими движениями подложку базы болт. Всегда. Пересмотрите наши эфиры. Мы часто выходим, показывая. Может быть, завтра, кстати, я приеду на работу. Только сегодня первый день, как вернулась из отпуска. И заходите завтра на страничку Арманова Нелла, Сарманова Академия. Там есть много эфиров. Если получится, завтра выйдем в практический эфир. А еще, если вы выиграете онлайн-курс, там, где все о покрытии, вот аду я. И белые, и желтые, и красные, и шиммеров, и белгели камуфлирующие, голубые, и зеленые базы. Чего там только нет. Поэтому вообще будет прекрасно. Итак, следующий пример. Четвертый пример. Классическое наращивание миндаляя квадратов на верхней или нижней форме. Под жесткий гель, сразу вам еще раз говорю, всегда лучше использовать пластичную базу болт. Если ногти нормальные, проблем нет, можете использовать базу Раберт. Она тоже дает очень хорошую адгезию. Проверяйте это на конкретных ручках. Раберт также держится и в качестве подложки, и на проблемных ногтях мяса тоже. Вот я поэтому, если базы болт нет, я беру Раберт. Ну, на первом месте, конечно, голд будет стоять. Пример следующий 5. Если ногти очень мягкие, тряпочки, которые совсем не держат жесткий материал. Это я. Вот у меня вообще ничего не держится. Гели стоят на месте бывают, да, вот он все, а ногти отслаиваются. Здесь требуется использование мягкой базы или два вот ног. Опять, голд Раберт, либо камуфлирующие мягкие базы, либо билд гель вот этот новый, который вышел. Вот мы делали его, у меня ногти были прямо в мясо, и отлично билд гель двухпазник продержался. То есть замечательно. Помните еще раз, чем мягче, чем короче ногти, тем мягче должна быть база. Чем длиннее ногти, тем жестче должна быть база. Так, вопросы пошли. Кому-то нравится прозрачный, прекрасный. Девчонки, у каждого свои, чем удобно, тем работаете. Дальше, курсы шикарные, сейчас прохожу. Мариночка, спасибо большое, мне очень приятно. Как хочу онлайн-курс. Ну, либо выигрывайте, либо приобретайте. Ссылка у меня на страничке в шапке профиля. База Голд дружит с другими торговыми марками? Да, дружит все. У нас все приобретают базу Голд, это хит продаж, потому что она подходит абсолютно под все, под гели, кригели, полигели, под любые марки. У нас приобретают очень много инструкторов, у мастеров, кто работает даже на других материалах. Как вы прекрасно рассказываете. Спасибо большое за вороженное, смотрю вам в глаза. Спасибо большое, мне очень приятно. Так, девчонки, у нас прямо осталось пять минут. Может быть, есть какие-то вопросы у вас? Давайте вы мне позадавайте их. После билд геля можно сразу покрывать гель лаком? Вы имеете в виду цветник? Да, можно. Можете использовать сверху. Вы на всех курсах показываем тоже часто. Мы даем девчонкам первую модель, просто мы делаем маникюр и выравнивание камуфлирующими материалами, а на второй модели мы уже добавляем цвет, чтобы люди попробовали различные техники и могли работать с клиентами. Потому что есть клиенты, которые любят только камуфляж, а есть клиенты, которые хотят цвет. И мы хотим, чтобы мастер был универсальный, работал с удовольствием, работал максимально комфортно, со знанием дела и работал спокойно и зарабатывал. Вот это для меня важно. Спокойствие и достаток. Спокойствие и достаток. Человек должен просыпаться и хотеть идти на работу. Вы должны нравиться, что он делает, что он делает людей красивыми, счастливыми и за это получает достойную оплату. Так, доступно рассказывайте. Спасибо вам. Спасибо большое. Радую, что вы слушаете. Для верхних форм. Вот у меня верхние формы были. Мы используем наш акрик гель салат делюкс. Прекрасно. Можно ускориться в работе после вашего курса скорость? Можно. Да, можно. Еще даже после обычных курсов можете ускориться. У вас российское производство. У нас российское. У меня прям принципиально. Кто понравится материал, вдруг идет с рынка? Нет. Я сразу выпускала эту марку. У меня прям был принцип. Я вообще такой патриот. У меня все должно быть здесь, под боком, рядом, чтобы я знала, что в любой момент я могу прилететь на завод, приехать, разобраться, если что-то не так, исправить ситуацию, проверить это все. Потому что, еще раз говорю, я этим работаю, вот, своими собственными руками. У нас не только гель-лаб, у нас еще плюс еще и косметика и софт и люкс. Спасибо большое. Мне очень приятно. Девчонки, но если вопросов нет, я не буду вас долго мучать. Давайте мы с вами закрепим. Снятие делаем правильно. Ногтевую пластину не перепиливаем. Правильно подбираем фрезы. Мягкая к мягкому, жесткая к жесткому. Не снимайте керамическими фрезами, пожалуйста, жесткие материалы. Что тверже, керамика или твердосплав? Отвечайте всегда себе на вопросы. Керамика, она изготовлена, почитайте просто, из чего вообще. Это мягкий материал, это хрупкий материал. У вас у каждой дома был либо нож керамический, либо чашечка с блюдечком. И что дольше, обычная железная металлическая чашка или керамическая? Что дольше прослужит, любая травма и так далее. Ой, спасибо, девчонки, очень много приятного пишите. Я рада, поэтому спрашивайте. Если что-то нужно, я всегда подскажу, расскажу вам. Мне абсолютно не жалко, еще раз говорю, я очень хочу, чтобы как можно больше счастливых и знающих мастеров было на нашей планете. Я прям радуюсь вашим успехом и вашим стремлением к знаниям. Так вот, что я вам там рассказывала? Про снятие снимаем на 90-95 процентов. Не оставляйте толстым слоем никогда базы. Не предназначена база для долгой носки. Если вы используете жесткий материал и при снятии метод слоя, то полностью снимать не нужно. Делаем коррекцию. Если же это гейлаковая система, снимаем 90-95 процентов и пилочкой батика можно потом легонечко доработать. Но я люблю, это замедляет. Я не люблю движение, которое меня замедляет. Поэтому я просто уменьшаю обороты. Я делаю снятие сначала 28-30 оборотов и конвейерной техники. Пошла, пошла. Потом обороты уменьшила где-то 15-18, да? И все это шлифанула, убрала оставшееся. То есть именно конвейерная техника. Поэтому снятие у меня 4 минуты занимает 10, это максимум. Так, спасибо за эфир. И вам спасибо, девочки. Розыгрыш будет завтра. Потому что если вы сейчас начнете отмечать меня и аккаунт марафоны. То есть Романова Нейлс и Нейлс... Нашу страничку от Нейлс Эфир, я так понимаю, нужно, наверное, отметить, да? Получается, Нейлс Интенсив. И после этого в течение суток мы выберем победителя. И только еще раз говорю, не просто отметить, а напишите мне, что полезного вы узнали. Почему вам понравился мой эффект? Вот это для меня важно. Это важно для вас в первую очередь еще, не только для меня. Так, дальше. Керамика Билдгель. Нет, не нужная керамика. Можно, но не нужно. Вообще с керамикой относитесь очень аккуратно. Ее нельзя стерилизовать сухожаров, только в автоклавах. Потому что она может разлететься в разные стороны. А разлетится она, когда вот образуется вот какой-то пузыречек воздуха, трещинка. И разлетится она на этапе снятия. У нас была одна ученица вот так, у клиентки и щеку просто распонахала. У клиентки, представляете? Хорошо, не в глаз. Поэтому если вы работаете керамикой, у нас она тоже есть, но у нас три стерилизатора инфракрасные, сухожары, автоклав. И если мы используем ее, мы всегда одеваем, знаете ли, экраны стоматологические и себе, и клиенту. Во избежание таких случаев мы не можем увидеть где-то какой-то нам пузыречек воздуха. Может, ее уронили для нас в магазине, там, или курьера, или еще чего-нибудь. Это очень хрупкий материал, керамика. Так, липкий слой после базы перед цветом другой торговой марки нужно снимать не всегда. Если нет конфликта материала, смотрите, если цвет жидкий, как называют грязня, и растекается, то дисперсию лучше снять. Если же наоборот цвет густой, то дисперсию лучше оставить. Ну, а вообще бывает 1% из 100, бывает, конечно, конфликт материала. Ваши интересы простуют, все четко, ясно. Спасибо большое, мне очень приятно. Болт полностью снимаем, как подложку. Да, можете либо фрезой на маленьких оборотах, либо пилочкой баффиком чуть доработать. Самое главное, не перепилите ногтевую пластину, не истончайте. Там клиенты без вас, поверьте, справятся. У нас почему-то так принято. Во всем под люкой виноват мастер манитюра, все, надо его там убить, засудить и так далее. А то, что клиенты своими ногтями сами делают, еще раз говорю, вот я назвала сегодня 9 химических компонентов. 9! Причем тут мастер манитюра, если она бы не жрет ничего, если она витамины не поднимает, если она стрессует. У нас же как еще принято? Так, сегодня какое число? Сегодня 25 мая. Через неделю, 1 июня, отпуск. А у меня лишних 7 килограмм. Надо срочно на диету. Срочно. Желательно за день эти 7 килограмм сбросить. Все. Понимаете, вообще диета – это стресс. Я вот рассказывала, если вы опять же смотрите какие-то эфиры, это мои странички. Я сделала, когда операцию потеряла 65 килограмм. Врач сказал, Аня, ты всю жизнь должна принимать витамины теперь. Аня, что сказала? Все. Рассказывайте. Я сама лучше считаю. Что мне надо? Что мне надо? Потому что за один раз ничего сразу не выпадет. Прошло время, началась потеря веса, быстрая. И Аня счастливая на фоне того, что вес уходит, Аня не заметила, как у меня просто за раз начало 70% волос, ба-бах и выпало. А теперь представьте, волос, сколько надо времени, чтобы волосы кто вылез и трогаешь, не могу вот такими ходить. Да? Это ногти 4-6 месяцев полностью срастают. А волосы? То есть мне надо пока начну принимать витамины, пока они подействуют. Еще надо правильно их принимать. Пока они подействуют, пока там что-то произойдет. Кто вы там виноваты? Мой мастер полоса? Или врач? Кого мне обвиняют? А у нас чуть что, сразу виноват мастер маникюра. Все. Девочки, человек может стрессануть, он вообще перестанет дела удержаться. Просто от слов со всем. Прием медикаментов, климакс, беременность, прием препаратов, антибиотики, наркоз. Там все наркозы, зубы, крошатся. Это ногти. Поэтому, конечно же, мастерам нужно развиваться, нужно все это учить. Нужно как можно больше узнавать хотя бы вот этих вот азов. То, что касается кожи и ногтей, по какому слову мы имеем право работать, какой не имеем право затрагивать. Я очень люблю, когда вот мастера растут, повышаются, и очень люблю всегда делиться с ними этими знаниями максимально, чтобы вы стали еще круче, еще лучше, еще сильнее. И никто вас не смел обвиняет по тому, что вы в чем-то виноваты. Потому что не всегда виноват мастер. Да, бывают мастера, которые безответственны к работе. Но есть люди, которые любят то, что они делают, которые учатся, которые узнают, которые читают, которые смотрят. Вот даже в эфире вы сейчас сидите. Вы же могли в это время там сидеть и, знаете, там, пивасик с креветками пить, да, или чай с плюшками, или фильм вы мужа под крылышек там смотреть. Что там заканчивается, да? Две минутки. Ну все, будем прощаться. Вот после ЭКО, вот тоже, девчонки. Спасибо большое. Операция какую делала? Шунтирование желудка делала. Я себе сначала сделала. Кто муж сделал? Вот, я 65 килограмм потеряла. Алеша, ты сколько? 30. Вот, прекрасно. Ну, после ТА я набрали немножко. Девчонки, буду прощаться. Сейчас будем выключать, заканчивать эфир. Помните, делайте скрин. Пишите, пожалуйста, еще раз, чем был полезен вам прямой эфир, чем была полезна я. Отмечайте аккаунт организаторов марафона и мой Романовый Нелс. И завтра выберем трех победителей, которым в подарок будет мой онлайн-курс по покрытию от А до Я. Но если кто-то не выиграет, не расстраивайтесь, курс можно приобрести. Ссылка также у нас в шапке профиля. Всем большое спасибо. С вами была Анна Романова, ее Академия Здоровых Ногтей, город Москва. Приходите к нам на курсы, приходите к нам на страничку, наши прямые эфиры. Всем хорошего вечера. Все, Кукусик, выключай. Нажимай на крестик вверху. Правая ногу должен быть. Есть такое? Нажал? Ну и завершить эфир там должно быть. Завершить? Да.